МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это был такой же солнечный майский день. Было очень много народу. Все обнимались, целовались. Мне было уже 10 лет, я это помню. Поэтому это было настолько радостно. Новый памятник стал довершением мемориала, посвященного Великой Отечественной войне. Скульптор, местный житель Виктор Белоусов задумал скульптуру давно, и вот идея воплощена в жизнь. Военных действий в этом месте не проходило. То есть каких-то боевых настоящих действий. Здесь просто люди ушли на фронт и не вернулись. Поэтому композиция посвящена ушедшим. То есть прощание молодой пары. То есть даже не мама, а молодая пара. То есть это самый трагический такой момент, когда молодые прощались и не знали, на что кто уходит. Глава сельского поселения Булатниковская Сергей Арчуков поблагодарил ветеранов за мирное небо, отметив, что каждый из нас должен помнить ту войну. Это великий праздник со слезами на глазах. У меня воевало два деда. Один дед встретил победу в Вене, будучи артиллеристом. Другой был танкистом. К сожалению, сейчас нет в живых. Но ордена и медали я храню, чтобы передать их по наследству. На открытии присутствовали почетные гости, среди которых первый заместитель главы Ленинского района Елена Добрина. Выдающееся событие не только для измайловцев, для всего Ленинского муниципального района. Открыт прекрасный памятник, которым мы хотим выразить всю глубину благодарности и признательности тем, кто завоевал для нас победу. Чин освящения мемориала провел настоятель храма Пресвятой Троицы, отец Дмитрий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На среднем монументе список из 30 жителей, не вернувшихся с войны. Каждая фамилия чья-то жизнь, оборвавшаяся, защищая родную землю. И эти цветы – лишь малая толика той благодарности и памяти, которую хранит народ. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.